Зачастую именно здесь жителям удается решить свою проблему. Сегодня свое десятилетие отметила общественная приемная Дмитрия Медведева. Итоги работы подвели на торжественном собрании. Какие вопросы чаще всего поднимают граждане, и насколько часто личные встречи становятся действенным инструментом, узнавал Дмитрий Ковалев. В этом зале основной костяк региональной приемной. Члены правительства, депутаты, сенаторы, главы муниципалитетов. Именно к ним обращаются те, кому необходимо решить возникшую проблему. За 10 лет личные встречи доказали свою эффективность. Конечно, приемные зарекомендовали себя как наиболее эффективный канал работы с населением граждан. Откуда приходят граждане? Граждане приходят в региональные общественные приемные, либо на те дополнительные площадки, которые мы открываем. Региональные общественные приемные, председатель партии Дмитрия Анатольевича Медведева в Чувашеской республике, входят в пятерку лучших региональных приемных России. Доверие жителей к общественной приемной за последние годы повысилось. И это показывают цифры. Количество рассмотренных вопросов достигло 40 тысяч. Личные встречи проводят не только в столице региона, но и в муниципалитетах. Удается помочь каждому третьему человеку. На первом месте у нас, как правило, вопрос – это жилищно-коммунального обеспечения, вопрос о предоставлении жилья. Причем вот с введением в республике проектов по благоустройству придомовых территорий таких вопросов все больше. То есть люди заинтересованы, они вовлечены в общий процесс благоустройства населенных пунктов. В стенах общественной приемной поднимаются совершенно разнообразные вопросы социального обеспечения, медицинского, образования, строительства. Вопросы берут на карандаш и детально анализируют. За 10 лет немало озвученных предложений были отражены в программах развития региона и законопроектах. Имея обратную связь, отдельные мероприятия, включая в наши государственные программы республики или муниципальных образований, мы выглядим по отдельным проектам, как лучшие практики на уровне Российской Федерации. В полигон твердых бытовых отходов или, допустим, рекультивации свалки осталось практически 20% работ и вся территория будет благоустроена. Юбилей региональной приемной для Михаила Игнатьева стал поводом провести очередную встречу по личным вопросам. Диляра Ялюкова приехала в Чебоксары из села Комсомольское. Районный центр продолжает расширяться. За последние годы здесь появилось немало новых улиц. Но пока к жилым домам не подведен газ. Электрические вещи, в том году нам сделали дорогу. На что очень благодарны вам. Прямо старотуар, мне очень хорошо. Вот, нужен газ. После проведения газа сколько там потребителей будет? 23, вы сказали, сейчас живете. Это меньше, чем половина. В 70 участках, в 70 семей. У нас здесь инвест-программа газификации, да, под объемом финансирования газификации, то есть в раке, которые мне дали, это 5 миллионов 768 тысяч рублей. Ну, почти 6 миллионов. Еще цены где-то подрастут, скорее всего, в эту стоимость не укладывается. В следующем году, к отопительному сезону, вот этот газопровод должен быть идем в эксплуатацию. Жители микрорайона Соленоя просят решить вопрос с перевозкой до школ учащихся младших классов. Школ у нас свои нет. Наши детки учатся в 33, 35, в 23 школы ездят. Выбираются общественным транспортом. Конечно, тяжело им приходится. Глава региона отметил, что автобус детям предоставят. Перевозки детей будут осуществлены по всем тем требованиям, которые у нас имеются. Но это все равно временно будет перевозка. В перспективе мы начинаем в микрорайоне Новый город строить школу. Ваши дети все будут прикреплены к школе, где на территории микрорайона будет построена ведена школа. Роман Иванов выступает за развитие футбола. Планы властей на этот вид спорта житель столицы пришел обсудить с Михаилом Игнатьевым. Два стадиона у нас были подготовлены для участия, для тренировочных сборов сборной команды мира. Трава на самом деле там газону соответствует всем тем мировым требованиям. И практически там будут проводиться разные соревнования. Региональный уровень, мегарегиональный уровень и всероссийский уровень. За час приема главе региона обратилось пять человек. Их вопросы Михаил Игнатьев взял на контроль. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев и Валерий Резюков. Республика.